Здравствуйте! В эфире канала «Россия-24» информационная программа «События недели». Работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии за последние 10 лет мы наблюдаем настоящий прорыв в отрасли строительства. Это десятки и даже сотни введенных в эксплуатацию зданий абсолютно во всех сферах. К примеру, в 2022 году был построен, реконструирован и благоустроен 191 объект. Также в минувшем году мы поставили новый региональный рекорд ввода жилья. Для республик это рекордные показатели на сегодняшний день. В строительной отрасли, в рейтинге субъектов России по итогам 2022 года Карачаева-Черкесия вошла в число лидирующих субъектов, заняв четвертое место. Эти показатели в первую очередь заслуга наших трудолюбивых строителей, которые вкладывают частичку своего сердца в профессию. В Черкесии продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». За предыдущие четыре года отремонтировано более 50 километров автодорог региональной столицы. До 1 ноября текущего года в нормативное состояние приведут еще 28 участков, общей протяженностью примерно 13 километров. На данный момент работы продолжаются на 12 улицах. Так дорожники уложили первый свой полотна по международной Кавказской, Калантаевского, Умаралиева и Маджира Гаджаева. По улице Воробьева обустроили съезды, а также установили дорожные знаки и разметку. Еще на пяти участках запланированный объем работ выполнен почти полностью. В рамках ремонта проводится следующий комплекс работ. Это обновление дорожного полотна, нанесение разметки, установка дополнительных знаков дорожных и приведем в соответствие освещение. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в зону специальной военной операции ребятам из нашей республики был отправлен еще один груз поддержки – два квадроцикла. Груз был сформирован по обращению командования 34-й отдельной мотострелковой горной бригады. Постоянная связь с бойцами позволяет узнавать об их потребностях и оперативно реагировать на заявки. Квадроцикл – незаменимая техника в зоне проведения спецопераций из-за легкости и неприхотливости, высокой скорости и возможности передвижения в труднодоступных местах. Работа по поддержке наших военнослужащих не прекращается ни на день. Важно сегодня объединить все усилия и возможности для того, чтобы поставленные задачи были выполнены. Мы ждем наших ребят домой с победой, отметил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. В связи с обращением командования 34-й мотострелковой бригады по поручению главы Карачаева Черкесской Республики, а также решением единого республиканского штаба по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, были приобретены две единицы техники, а именно два квадроцикла российского производства. Данные квадроциклы в дальнейшем будут переданы нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В первую очередь хочется сказать, что потребность в квадроциклах очень большая, потому что непосредственно мобильность позволяет подразделениям эффективно, моим неосново выполнять поставленные задачи. Простота в использовании позволяет любому солдату, даже без специальной подготовки, который один раз в жизни увидел, как пользоваться этим транспортным средством, сядет и поедет, проблем в этом нет. Ну, хочется отдельно поблагодарить главу Карачаево-Черкесской республики за оказанную помощь, а также заместителей, которые непосредственно принимали участие в этом. Ну, естественно, всех тех, кто не остается в стороне, всех тем, кому небезразлична судьба нашего государства. На этой неделе Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой посетил руководитель фракции политической партии «Единая Россия» в Госдуме России Владимир Васильев и депутаты Госдумы Андрей Гурулев и Джамаладин Гасанов. Глава республики Рашид Тимрезов вместе со спикером парламента Александром Ивановым и руководителем администрации главы и правительства Муратом Озовым провел рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию различных совместных проектов по укреплению межнационального согласия. Владимир Васильев, который руководит Общая Российская общественная организация Ассамблея народов России, подчеркнул, что сегодня общество сплотилось вокруг президента и решение задач по сохранению суверенитета и безопасности России, укреплению согласия. И работа Ассамблеи в этом направлении способствует сплоченности власти и общества. В этом году исполняется 80 лет с начала депортации карачаевского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Депутаты Единой России отметили несправедливость подобных действий и возможность сохранения исторической памяти о репрессиях в целях их недопущения. Военные реконструкторы в горах Карачаева-Черкесии провели фестиваль в память о событиях 81-летней давности. В пятый раз Софийская поляна в Архизе становится полигоном для военно-исторического воспроизведения боёв за перевалы Северного Кавказа. Хотя оружие стреляло в холостую, эффект от восприятия происходящего был реальным. В этом убедилась Фатима Даурова. Взоркий взгляд опытного бойца вермахта из элитного отряда «Эдельвейс» с высоты выглядывает позиции соперников. Он присматривается к каждой расщелине скал, каждому выступу, дереву и камню, за которым им могут укрыться красноармейцы. В укреплённых позициях гитлеровцы чувствуют себя как дома в родных Альпах. До поры до времени. Пока не начинается наступление солдат Красной Армии. Силы противника превосходят в два раза. Неравный бой гремит в урочище «Медвежья пасть» в Марухском ущелье. Советские войска идут в гору, пытаясь погасить немецкий пулемёт. На выручку 4-й горной дивизии с названием «Горячавка» через перевал Холега пускается и берет 1-й горно-стрелковой дивизии под названием «Эдельвейс». Пули свистят, а земля дрожит. Наверное, так же, как в 42-м году, когда велись ожесточённые бои за каждый сантиметр земли. Достоверный сценарий конкретно этого боя был составлен по результатам пятилетней поисковой работы участников военно-исторической реконструкции. За две недели с начала фестиваля в ходе поисковых работ по долинам рек Маруха и Аксаут им удалось обнаружить останки более 14 погибших красноармейцев. Это, наверное, закладывается с детства. Вот лично для меня это общение с моими предками, с моим дедом, с моими обоими дедами, которые прошли Великую Отечественную войну, ну и, конечно же, воспитание родителями и последующее изучение истории. А вообще наша задача в этом фестивале – это не дать забыть подвиг солдат, которые без малого подарили нам всем жизнь. Заоблачный фронт собрал около ста поисковиков из разных регионов России. В горах были установлены два базовых лагеря. Как отмечают организаторы, это способствует сохранению исторической памяти через интерактивные площадки и лекции, противостоянию фальсификации истории, популяризации альпинизма и поисковой работы среди молодёжи. Когда надеваешь на себя эту форму, примеряешь на себя, понимаешь, как нашим дедам было сложно воевать в таких условиях, но, тем не менее, мы победили. Мы смогли показать, что русский солдат – он самый лучший. Россия состоит из множества народов, и каждый народ принял свое участие, вклад в победу, вклад в свой вложил. Ведь немцы, если здесь оказались, значит, это была не слабая армия. Это армия, которую мы победили. Это действительно мощная и сильная армия. Мы победили ту армию, которая победила Францию, Бельгию, Голландию, Норвегию. То есть мы как бы победили тех, кто победил всю Европу. Этот живой урок истории прежде всего помогает понять, насколько значима победа в той войне. Ну и, конечно же, ощутить чувство гордости за героических дедов и прадедов, освободивших мир от фашизма. Ощущения происходящего настолько реалистичны, что каждый залп, каждый выстрел отражается эхом не только от многовековых скал Архиза, но и в сердцах каждого зрителя, который увидел сегодняшнее представление. Мне казалось, вот дети встанут, и сидели, тамила Артем и Толик еще вот, Денисовы рядом, и не хотели вскочить на немцев. Я слышу, они переговариваются, говорят, сейчас давайте побежим на немцев, и начнем их бить. Реакция пятилетнего Прохора – подтверждение правильности и необходимости таких визуальных походов в историю страны. Россия всегда побеждает! Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов принял участие в ежегодной всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Он подарил школьные принадлежности и рюкзаки ребятам из многодетной семьи. Альбина Ламкова продолжит тему. Ответ уверенный, готовы, но это морально. Поэтому рюкзаки со школьными принадлежностями были кстати. В семье Поповых семеро детей, четверо из них – школьники. Глава семейства в зоне СВО. Он шел добровольцем. Имеет несколько военных специальностей. В прошлом – участник боевых действий. По словам жены Марии Васильевны, он не смог остаться в стороне. Когда началась специальная военная операция, отправился защищать Отечество и свою семью. Все-таки это помощь, приличная помощь, если по-хорошему взять. Ну и самое главное, наверное, эмоционально все-таки. Это очень приятно, что не забывают и поддерживают. Все остальное уже будем ближе, наверное, к первому сентября покупать, потому что детки все-таки растут быстро летом. Единственный сын семьи Поповых служит в армии. И уже заключил контракт. Из сестер самая старшая – Аня. Она студентка и во всем помогает маме. Как по хозяйству, так и по воспитанию и обучению сестер. На съемной квартире живем. Честно говоря, без отца, да, сложновато. С девочками тоже скучаемся очень сильно. Очень сильно все переживают. И мама, и мы все. Очень надеемся, что вернется, все будет хорошо, все наконец-то скоро закончится. Брат тоже сейчас по контракту у нас служит. Как его зовут? Его зовут Данил. Лада и Арина пойдут в первый класс. Ждут первое сентября с нетерпением. Я научилась читать буквы. Я знаю благодаря своим сестрам. Они помогали и учили меня. Я очень хочу в первый класс пойти, потому что я выйду там уже очень умная. Гостям девчонки с удовольствием рассказали, чем любят заниматься в свободное время. Самая маленькая – сестер Мила. Ей пять лет. Увидев красивые портфели сестер, не против пойти в школу. Хочешь вообще в школу идти или нет? Хочу. Деньги из семейного бюджета, которые откладывали на портфель и некоторые констовары к школе, можно будет теперь расходовать на школьную форму и другие обновки детям, рассказала Мария. В Санкт-Петербурге проживает немало представителей Карачаева-Черкесии, которые достойно представляют нашу республику, проявляя себя в различных сферах. Один из них – Мурат Хачиров, майор внутренней службы управления МВД России на транспорте по Северо-Западному региональному округу, который дослужился до начальника объединенного склада вооружения и материально-технического имущества. Находясь вдали от малой родины, выходцы из Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии, вот уже много лет все исторические даты, религиозные праздники отмечают вместе. Как живется вдали от малой родины и что нужно, чтобы молодежь хорошо знала язык, культуру и традиции своих предков. Об этом и не только Мурат Хачиров рассказал о Лединаеве. Здравствуйте, Мурат. Очень рада вас видеть в Черкесске и в пресс-центре ГТРК Карачаева-Черкесия. Когда вы приехали из Петербурга в Карачаево-Черкесию? С Петербурга я приехал буквально, ну сколько, полтора месяца назад. Приехал в родительский дом, вот помогаю, скажем так, в семейных вопросах, в бытовых вопросах. Вот и, соответственно, параллельно отдыхаю, это моя родина. Я, скажем так, по ней очень сильно скучаю, где бы я ни был, сколько бы я ни жил. Вот, а в Петербург, вы не поверите, вот, знаете, вот совершенно случайно уехал. Занимался я в свое время запчастями тут, запчастями, черным металлом, то есть, ну, как бы, скажем так, был молодым коммерсантом, было свое ИП. И в одно время есть у меня такой друг детства, Тавшунаев Адам. Он работал оперативником в Адыге и уехал в Петербург. И вот он мне позвонил, Мурат, приезжай в Петербург, хороший город. Вот я к нему поехал просто в гости. Я никогда не думал, что я буду работать в силовой структурах. Поехал в гости, там, ну, побыл у него, там, 3-4 дня, и он начал уговаривать, чтобы я остался. Вот не поверите, город понравился, я остался. Второй этап уже был, Адам начал меня уговаривать, чтобы я устроился в систему МВД. Я говорю, Адам, давай так. Я говорю, никогда об этом не думал, но если суждено, я устроюсь. А он на тот момент был уже старшим оперативником, замещал начальника розыска территориального отдела Санкт-Петербурга. По-моему, 36-й отдел был. И я говорю, давай так, пройду, все медкомиссии, устроюсь. Не пройду, значит, не суждено. Вот, я взял и прошел, устроился. Только я начал работать по воле судьбы, он работал в территориальном, скажем так, отделе, я устроился в транспортную полицию. Попал, скажем так, к своему же земляку, Алботову Игору Муратовичу, он на тот момент был начальником тыла, морского отдела милиции. Я начал, хотя было у меня высшее образование, ну, сказали, давай, первый этап, начнешь с милиционера. Начал с милиционера, потом с инспектора, старший инспектор, там, начальник службы вооружения. И вот, в принципе, вот так и началась у меня карьера и жизнь в Петербурге. В каком году это было, брат, и сколько лет вы уже там? Ну, это был 2004 год, март месяц, я уже более, скажем так, 19 лет в этом городе. И отслужил в системе МВД общий, скажем так, стаж у меня более 20 лет, это с армией и самой службой в системе МВД более 18 лет. И на сегодняшний день, конечно, ну, многие люди дорабатывают и 25, и 30, но я решил уйти в 20 лет, я сейчас пенсионер. Я ушел, в принципе, с подполковничьей должности, ну, ушел майором. Вот, ушел майором, но я работал в самом управлении, я курировал 11 регионов, там, начиная от Калининграда, заканчивая, там, с Иктывкаром, Архангельском и Золотым Кольцом России. И курировал именно направление вооружения, средства вооружения, там, контролировал наркотические средства, изъятые, скажем так, и хранящиеся в территориальных отделах. Ездил с проверками, работал в самом аппарате управления в Санкт-Петербурге. Мурат, я знаю, что вы большой патриот своей родины, несмотря на то, что вы много лет уже живете в Петербурге. Я на мероприятиях 3 мая в Петербурге видела, как вы готовились, как вы относитесь к датам. Вот какие даты вы в Петербурге отмечаете? Ну, вот у нас в основном отмечаются, скажем так, ну, как бы начнем с религиозной стороны, мы же все-таки мусульмане. Мы постоянно собираемся на Курман-Байрам, есть у нас, скажем так, и фазенды в Петербурге, где мы режем скот, там, барашек на Курман. Мы собираемся нашей общиной, накрываем столы, также собираемся на Уроза, постоянно собираем, ну, стараемся собрать и молодежь, и старшее поколение. А так, для нас, вот, даты 2 ноября, мы акцентируем на это внимание, это переселение нашего народа. 3 мая, это уже приезд нашего народа на историческую родину. Также мы чествуем студентов по возможности, вот, такие вот мероприятия. И, как бы, без всяких поводов собираемся, просто собираемся в кафе, в ресторане или где-то у кого-то в резиденции, там, или на даче, собираемся, чтобы почаще видеться. А вот сколько представителей из Карачева, Черкесии, Кабардино-Балкарии, примерно, старшего поколения, молодых людей, вот, вы, вот, с кем вы там контактируете? Ну, у меня в окружении более, наверное, 500 человек, с кем я контактирую. А так, по информации, около полутора тысяч человек представителей Карачаева, Черкесии, с кем мы общаемся тесно, дружно, и представителей Кабардино-Балкарии. То есть, общее количество где-то полутора тысяч человек. Мурат, я знаю, что вы большой патриот своей малой родины. Какую работу вы еще проводите для души, для поколений будущих, так скажем? Ну, какую мы работу проводим? Мы стараемся, чтобы все-таки мы карачаевцы, балкарцы, там, я не знаю, и другие национальности, в первую очередь касаемо своего народа, чтобы не забывали свой язык. Мы и проводим занятия, проводим занятия элементарно по, скажем так, адепт на мыс, это наша этика, поведение, адепт, ну, чтобы молодое поколение знало, скажем так, было правильно воспитано. Вот в этом направлении работаем. Также направление спорта курируем. И в основном, конечно, Петербург – это такой мегаполис, куда постоянно приезжают вот люди, гости, и практически вся жизнь у тебя связана со встречей и с проводами гостей. То есть, если у нас в Черкесске или в Карачаевске у нас есть у каждого свой дом, мы разошлись и разъехались по домам. Там приезжают гости, соответственно, им нужна квартира или какие-то у них вопросы или проблемы. Ну, как бы живем жизнью нашего народа и наших гостей. Скажите, как часто получается бывать в отпуск на своей малой родине? Ну, когда работал в системе МВД, отпуск давали до 30 дней, это потолок, и давали в разное время года. Больше 30 дней у меня за раз не получалось. Ну, я пытался его делить, как бы делил отпуск и пытался раза даже иногда, получается, раза три в год приезжать к родителям, ну, чтобы хотя бы их почаще видеть. Сейчас, конечно, я уже пенсионер и уже времени побольше. И сейчас, конечно, уже бывают два месяца. Вот в этом году это для меня такое, знаете, огромное благо, два месяца у себя на родине. Где бы ни жил человек, Мурат, если он горец, это у него в крови. Вот когда вы приезжаете в Карачаево-Черкесию, как вы проводите отпуск? Смотрите, у меня вообще исторически сложилось так, что первовосходительный альбус – это Киляр Хачиров, и стараемся идти по его стопам. Я с детства вырос в урочище Кюльдор-Бун, это по материнской линии у дедушки. У меня караев поселил дедушка, который держал и скот, и пасеку. Я с трехлетнего возраста уже на коне. В пять лет я мог сам спокойно сесть на коня и уже там пасти овец. В шестом-седьмом классе я их уже обучал, этих коней, объезжал, правильно сказать. И, конечно, мы внутри горцы, и мы каждый год постараемся, ну, начиная с 2019 года я был на Эльбрусе, покорил, ну, не покорил, взошел на обе ее вершины, покорить Эльбрус невозможно, и на западную, с Терскола по классическому маршруту, и на более тяжелый маршрут, это с севера на восточную вершину, ну, это по стопам своего предка Киляра Хачирова. В этом году был урочище Джамагат. Мы там делаем в большей степени такие марш-броски подготовительные, там километров 10 берем и выходим на максимальную высоту. Также был в Аманаузе, в Архизе, пик пионеров. Вот, для меня горы это, как у нас укорочаются, говорят, тау-лу, тау-дан-той-мас, тау-да-тур-масадеп. Горец не может насытиться горами, когда он там не живет. Соответственно, вот это касается пословицей меня. Я в горах не живу, и не поверите, приезжая сюда, у меня такое ощущение, мне хочется оббежать, обхватить, обнять эти все горы. Ну, внутреннее вот такое у меня состояние горам. Какую работу по архивным документам вы еще ведете? У нас есть старые песни про Хайсу. Мне дедушка мой, Аллахан Детлет, его уже нету, он мне с детства говорил, что Киляр Хачиров, это наш первовосходительный Альбус Карачаевец. У меня на сегодняшний день более тысячи страниц. Это книг, у меня три книги. Это книга Купфера, Мейера, Менетрия, нет, четыре, и Ленца. В основном пишут Ленца и Купфер, у меня они частично переведены, некоторые книги полностью, и более 350 документов архивных. Это также Купфер, Ленц, Мейер, Менетрия, где они пишут, что Киляр был карачаевцем. Вот сейчас идет работа по переводу этих книг, скоро я их опубликую уже. До этого мы сделали научную работу, статью. Даже есть портрет Киляра Хачирова на фоне Чуана, а так у меня очень много, скажем так, архивных материалов. Вопрос сейчас стал в переводе. Очень тяжелый язык старо-французский, именно Купфер. Пытаюсь до конца перевести. Частичные переводы есть. Живя в Петербурге, Мурат, расскажите, какие принципы и какие нравственные качества вы пытаетесь своим детям привить? Вот я в первую очередь прививаю принцип, скажем так, благонравия, чтобы дети понимали, что окружающие их люди, это созданные Всевышним, тоже такие же люди, что, еще раз говорю, независимость от национальности. Почему я это акцентирую? Я учился в Черкесске, буквально здесь рядом вторая школа, спортивная школа, был у нас с Олимпийского резерва, занимался гимнастикой в свое время. И у меня в классе было из 25 человек 20 человек другой национальности, не карачаевцы. То есть для меня не существует русский, черкес, кабардиниц, нагайз. Для меня это были мои одноклассники, мои друзья. Я даже перейду в сторону. У нас вот район назывался Брод. Брод назывался район, ну это как по-молодежному, да? Это Октябрьская магазин на улице. У нас не было понятия карачаец-русский. Мы приходили на мероприятия, у нас был район. Мы были за район. То есть вот это интернационал в Черкесске, он как бы, вот это у меня, скажем так, осталась до сих пор, вот эта закалка. И, соответственно, я прививаю к своим детям уважение к другим национальностям. И мы в домашних условиях, также вот в этом году есть огромное желание, в принципе, уже все готово, открыть кабинет карачаево-балкарского языка в Петербурге, чтобы мы по желанию обучали и маленьких, и взрослых, и этики поведения. А так я с семьей уже более, наверное, трех лет занимаемся уже. У нас книга «Южденадет», мы проходим ее на карачаевском языке. Многие вещи я сам там не понимаю. Старо-карачаевские, балкарские слова спрашиваю у пожилых людей. А так мы с детьми проводим, скажем так, вот эти курсы карачаевского языка. Сейчас Джагафар Афенди книгу читаем Хачирова, это бывшего Кады Акарачая. Его книги читаем. И, соответственно, и религиозную литературу, ну, скажем так, традиционного, так называемого ислама, да, по нашему масхабу Абу Ханифы. Вот, и пытаемся соответствовать, скажем так, и духовному направлению, и направлению жизнеобыденности, скажем так, чтобы что-то из них не страдало, да, вот. Спасибо большое, Мурат, что нашли время и ответили на наши вопросы. Очень были рады вас видеть в Черкесске. И до новых встреч. Вам тоже огромное спасибо. Будут какие-то мероприятия, мы обязательно вас пригласим. Следующий год, я надеюсь, мы увидимся в Карчурте. У нас будет сбор Тукума Хачировых, большой сбор. Обязательно пригласим. А в Петербург тоже будет какое-то значимое мероприятие, обязательно дадим знать. Обязательно приезжайте в гости, ждем вас. В картинной галерее в Черкесске открылась персональная выставка «Мелодия души». Автор работ Кулина Кубанова, член Союза художников Карачаева Черкесии. Чем вдохновляются художники, в каком стиле написаны картины, узнавала Дарья Тендит. Более 40 живописных работ от пейзажей до сюжетных композиций в различных жанрах и направлениях Кулины Кубановой представлены на выставке. В основном художница работает в стиле импрессионизма с элементами экспрессионизма. Кулина Кубанова поделилась, что вдохновляется она окружающим миром, выставками и своими детьми. В определенном стиле я не могу сказать, что у меня есть определенный стиль. У меня есть и реализм в моих работах, и абстракция, и сюрреализм, и импрессионизм с элементами экспрессионизма. Родилась Кулина Кубанова в Черкесске. Еще со школы Кулина хорошо рисовала и выбрала профессию художника, успешно окончив художественно-графический факультет Крачаева Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. Будучи студенткой, она участвовала в республиканских, региональных, всероссийских и международных выставках. Название «Мелодия души» было выбрано не случайно. Это выставка отображения окружающего мира через яркие краски. Долгое время я как-то не решалась, если честно, на персональную выставку. Но спустя некоторое время я решила просто показать народу свои работы, рассказать о себе, дать знать. Ведь если художник о себе не говорит, о нем и не знает народ. Картины притягивают своеобразием ярких красок и энергичных пастозных мазков. Пройти мимо, не рассмотрев детально каждую, очень сложно. Гости из Швейцарии приехали в нашу республику на каникулы. Они посетили выставку и поделились впечатлениями. Желающие окунуться в мир импрессионизма с элементами экспрессионизма могут посетить выставку до 18 августа. Дарья Тендит, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи.